Здравствуйте! В эфире программа «Персональный доктор». Сегодня мы будем говорить о стоматологии. Я приглашаю вас в новую стоматологическую клинику. Генеральный спонсор программы – сеть стоматологических клиник «Персона». Стоматология – это одна из наиболее активно развивающихся областей медицины. Сегодня для врача-стоматолога практически нет неразрешимых задач, а пациенты стоматологических клиник уже забыли те неприятные ощущения, которые приходилось терпеть на каждом визите к доктору. В руках у врача, казалось бы, те же инструменты и бормашины, но теперь они значительно более комфортны для пациента и удобны в работе для врача. Изменились и материалы, которые используются в лечении и восстановлении зубов. Процесс лечения стал значительно более совершенным, а результаты намного качественнее и долговечнее. Ушли в прошлое проблемы, возникающие, например, при сложном пломбировании тонких каналов. Теперь врачу помогает немецкий аппарат «Апекс-Локатор». Он измеряет длину канала и позволяет поставить пломбу точно и качественно. Появились и новые методики. Например, пломбирование горячей гутаперчью по системе «Термофил». Это трехмерное пломбирование, проникающее в тончайшие каналы. Такая пломба будет держаться долго и надежно. А вот если зуб уже утрачен, его можно заменить качественным протезом, который невозможно будет отличить от родного зуба. Технология и методика подбираются для каждого пациента индивидуально, и вариантов восстановления зубного ряда, улучшения эстетики и функционала великое множество. Один из самых надежных и эффективных методов – дентальная имплантация. Но есть и другие методы замещения отсутствующих зубов. Металлокерамические конструкции, зарекомендовавшие себя в течение длительного времени, отличающиеся своей прочностью, возможностью готовления мостовидных конструкций доступной ценой, а также цельнокерамическими конструкциями на основе оксида алюминия и диоксида циркония, отличающиеся своей биосовместимостью с тканями полустирта и более высокими статическими показателями. Протезирование – довольно длительный процесс, особенно в тяжелых случаях. Сначала изготавливаются временные съемные протезы, человек ходит с временными съемными протезами, мы смотрим, как восстановилась функция, как восстановилась эстетика, учитываем пожелания пациента, после этого при достижении благоприятных результатов, которые удовлетворяют пациенты и в первую очередь удовлетворяют нас, мы меняем этот протез на постоянный протез. Все виды современного протезирования являются технологичными, но для каждого пациента это подбирается индивидуально. Современная стоматология – это не только решение уже возникших проблем, но и профилактика заболеваний, возможность изменения неправильного прикуса и улучшения эстетики зубного ряда. Голливудской улыбки можно добиться при помощи виниров, а покорить всех белизной зубов в результате профессиональной гигиены полустирта и комфортного, безопасного отбеливания. Методы лечения зубов сегодня в корне изменились, и для нас, пациентов, очень важно, что и в Нижнем Новгороде работают врачи, обладающие опытом и знанием всех самых передовых методик, применяемых в мировой стоматологии. Говорят, что человек счастлив, когда он утром с удовольствием идет на работу, а вечером возвращается домой. Наверное, здесь работают счастливые люди. Каждое утро, приходя на свое рабочее место, они имеют редкую возможность сделать здоровее, а значит и счастливее многих людей. Каждый рабочий день начинается по-разному. Бывают рабочие дни очень спокойные, когда моя рабочая смена врачебная начинается в 2 часа дня, а я прихожу на работу часам к 11, и с 11 до 2 я имею возможность решить различные административные вопросы. Это две составляющие моего рабочего процесса. Это как организатор здравоохранения, как главный врач двух клиник, и, с другой стороны, конечно, я прежде всего врач, безусловно. Я люблю своих пациентов, я лечу прежде всего их семьями, можно сказать. Наверное, можно сказать, что я семейный доктор. Так как за всю жизнь своей работой я поменяла всего 2 работы, можно сказать, что большое количество пациентов как бы приходит вслед за мной на мою другую новую работу, потому что мы как-то с ними стали близки по духу, мы друг друга понимаем, они как бы делятся своими не только проблемами, связанными с зубами, но и какими-то определенными душевными переживаниями. Можно сказать, что как бы в кабинете возникает у нас единый организм, который дышит в три носика, если уместно так сказать. Это доктор, медсестра и пациент. Каждый день в клинику приходят самые разные люди со своими проблемами, вопросами и, конечно, с надеждами на то, что здесь непременно помогут. Современная стоматология дает безграничные возможности, будь то простое лечение кариса или сложная установка имплантов и практически полное восстановление утраченного. Эстетическая стоматология, когда голливудской улыбкой может блеснуть каждый. Удивительные аппараты и материалы. Все это в руках профессионалов сродни чуду. Я очень горжусь людьми, с которыми я работаю. Мне с ними удобно и комфортно работать. И прежде всего я хочу сказать, что ценность клиники заключается в тех людях, которые в ней находятся. И эти люди не только врачи. Безусловно, докторам можно сказать спасибо. Спасибо за то, что у нас есть совместные консультации. Спасибо за то, что они лечат пациентов, за то, что их протезируют, ставят импланты и стремятся сделать максимальное благо для наших пациентов. Также можно сказать слова благодарности нашим медсестрам, среднему медицинскому персоналу. Если бы не они, то, в общем-то, работа доктора была бы достаточно сложна. Они, как незаметные бабочки, прыгают по кабинету и всяческими своими усилиями помогают пациенту перенести страх, тревогу, обеспечивают соблюдение санэпид режима кабинета, а также работу доктора значительно облегчают, потому что работа в четыре руки гораздо комфортнее, чем работа в две руки. Главная скрипка в нашем слаженном коллективе, конечно же, врач. Но чтобы лечение прошло успешно, очень многое зависит от меня. Я подготавливаю кабинет к работе, помогаю врачу при работе, при необходимости. Приглашаю пациента, настраиваю его на позитивный лад, чтобы лечение прошло успешно. Мне очень нравится моя работа. Я получаю большое удовлетворение от работы с профессионалами. У нас сформировался такой стабильный, достаточно большой коллектив людей, которые мыслят одинаково, которые прошли, прежде всего, одинаковую школу. Школу Нижегородской медицинской академии. Совместные обсуждения плана лечения врачей, разными специальностями, хирургам, терапевтам, ортопедам, ведет к поиску наилучшего решения для данного пациента. Поэтому всегда очень полезно пригласить доктора из соседнего кабинета, чтобы обсудить план лечения и понять, какой будет наиболее лучшим для нашего пациента. Это не просто место работы. Это место, где я могу реализовать себя в своей любимой профессии. В моем арсенале есть все необходимое оборудование и материалы для того, чтобы оказать качественную помощь пациенту. Работая в дружном коллективе, я всегда могу рассчитывать на помощь коллег в решении сложных клинических случаев. Я выбрал это место работы, потому что здесь собраны лучшие доктора нашего города, отличная команда и благоприятные условия труда. Наш руководство идет нам навстречу, оно закупает нам все оборудование, которое нам требуется, все материалы, которые нам требуются, оплачивает все наше обучение и полностью содействует благоприятной нашей работе. Мне посчастливилось работать в большом врачебном коллективе, где у каждого есть свое видение. И в то же время мы единомышленники. Все наши доктора еще достаточно молоды, но уже обладают большим клиническим опытом. Все постоянно учатся, развиваются в профессиональном плане для блага наших пациентов. Я уже, как говорится, взрослый дядя, и поэтому мне необходимо было заняться своими зубами. Я выбрал эту клинику. Я здесь ставил и плантанты, ставил мосты. Здесь, как говорится, настоящие персоналы своего дела. И поэтому я считаю, что другой поликлиники для меня не следует. И мне очень нравится здесь и обслуженный бежливость. И сама обстановка здесь вообще, конечно, располагает ко всему хорошему. В эту клинику я пришла за доктором, за Юлией Викторовной Окуловой. И я могу сказать, что я ни разу не пожалела о том, что я сюда обратилась изначально. И сейчас полностью вся моя семья лечится у этого доктора. Начиная от моих родителей, заканчивая моими детьми. Могу сказать, что были совершенно разные случаи, когда мы обращались и с острой болью, и хотелось навести красоту зубов. Родителям вообще очень сложно было обратиться, так как это уже пенсионный возраст. Но мы достаточно спокойно сюда ходим. Мы всегда уверены в том, что зубы будут вылечены качественно, и не надо излишне волноваться и бояться. То, что было, наверное, в моем детстве, когда мы обращались к стоматологам, это было для нас психологической травмой. Здесь этого нет. Я очень довольна качеством работы. Я помню в наше советское время, когда вот это вот... Вот садишься, и тебя всего вот трясет после этого. А сюда приходишь, здесь все нормально, все обезболивающе. То есть мы, в общем, дошли до этого времени, когда все хорошо, все замечательно. У меня был очень сложный случай, обращалась в разные места, но именно в этой клинике мне подобрали удобное время и вылечили мой зуб очень быстро. Ценю эту клинику за то, что здесь очень внимательный персонал, хорошее качественное обслуживание и просто отличная атмосфера. Врачи – это профессия особенная. Я хочу сказать, что я люблю своих пациентов. Я люблю, когда они сюда приходят с семьями. Я люблю помогать им решать свои проблемы. Мне кажется, что зубы – это очень важная составляющая их здоровья. И когда они получают маленький кусочек счастья, они становятся счастливы целиком. В этой клинике возникает ощущение исключительного и персонального отношения. Здесь все работает, как слаженный, единый организм, встроенный оркестр, инструменты которого создают прекрасную симфонию. В календаре у каждого человека визит к стоматологу должен обязательно стоять. Не пренебрегайте этими правилами. Опираясь на многолетний опыт, врачи определяют несколько причин, при наличии которых посещение стоматологической клиники откладывать не стоит. Плохая гигиена полости рта приводит к отложению зубного налета, который со временем преобразуется в зубной камень, что впоследствии может привести к воспалению десны. Именно поэтому рекомендуется проводить профилактическую гигиену полости рта два раза в год. Многие пациенты, к сожалению, не имеют представления о том, как правильно чистить зубы. Придя на прием к стоматологу, ваш лечащий врач не только расскажет и покажет, как это правильно делать в домашних условиях, но и проведет все необходимые мероприятия по профессиональной гигиене полости рта. Вас беспокоит попадание пищи между зубами и неприятный запах изо рта. Конечно, сами пациенты не могут решить проблему, не могут понять причину, из-за которой эта проблема возникает. Причин множество. Может быть и кариес между зубами на контактных поверхностях, может быть неправильное положение зубов, может быть несовершенство старых конструкций, старых пломб, их несостоятельность. И, конечно, диагноз мы можем поставить только при наличии осмотра врача-стоматолога, при наличии разных дополнительных процедур, дополнительных исследований, при наличии рентгенографического обследования. Чем раньше эта проблема обнаружена, тем быстрее надо обращаться, потому что при внешнем благополучии зуба полость крёздная внутри между зубов может быть очень глубокая. У вас разрушен или отсутствует зуб? После 30 лет каждый человек, в принципе, хоть один зуб, но потерял. То есть не все обращаются с этой проблемой. То есть люди живут долгое время с потерянными зубами. Это приводит к каким-то деструктивным изменениям в полости рта. Происходит деформация зубных рядов, деформация челюстей. И люди долгое время живут с этими проблемами. Проблема восстановления зубов действительно актуальна. Это связано и с плохим питанием, плохой экологией. Это не только проблема здоровья, но и проблема эстетическая. Сегодня существует много способов восстановления эстетики зубов. Один из самых интересных из них – это виниры. Нет смысла обтачивать зуб целиком, когда нам нужно изменить только, скажем, лицо зуба. При более сильных разрушениях зубов используются искусственные коронки, которые изготавливаются из различных материалов. При обращении людей с большой потерей зубов мы рекомендуем либо несъемные конструкции, если это возможно поставить, либо это съемное протезирование. Съемные протезы на сегодняшний день практически полностью могут восстановить утраченные зубы, функцию, и эстетически практически на 100% люди чувствуют себя как со своими зубами. В Десне остались корни от разрушенных зубов. Они могут служить источником инфекции для всего организма, а также способствовать перемещению окружающих зубов при длительном существовании в такой форме. В настоящее время существует методика консервации лунки, когда во время удаления происходит восполнение утраченной костной ткани при планировании будущей имплантации. Вы хотите изменить прикус или положение зубов? Подавляющее большинство пациентов, обращающихся к ортодонту, ориентировано на получение эстетики. Пациенты хотят ровные зубы и красивую улыбку. Но есть сегодня и такие пациенты, которые понимают важность функции зубочелюстной системы. Такие пациенты обращаются с жалобами на оголение шеек зубов, на стираемость отдельных зубов, на возникновение чувствительности от термических раздражителей всех зубов. Задачей ортодонтического лечения сегодня является получение функциональной окклюзии. Функциональная окклюзия – это такое смыкание зубов, при котором движение нижней челюсти происходит свободно, а нагрузка на все зубы распределяется равномерно. Только при достижении функциональной окклюзии у пациента снижается риск возникновения оголения шеек зубов, заболеваний парадонта, а также функциональная окклюзия помогает пациентам более стабильно удерживать протезы и способствует сохранению результатов лечения. Если у вас ровные зубы, но вы заметили у себя какие-то из вышеперечисленных симптомов, то вам необходимо обратиться на консультацию к специалисту для того, чтобы определить, есть ли у вас проблемы с прикусом и есть ли показания для ортодонтического лечения. Сейчас многие пациенты, особенно молодые пациенты, озабочены заболеваниями лорорганов, и у них в связи с этим происходит закрепление неправильного тонуса мускулатуры круговой мышцы рта. И при обращении к ортодонтам мы назначаем таким пациентам аппараты, различные трейнеры, ЛМ-активаторами, абресис, которые позволяют им тренировать круговую мышцу рта и благодаря собственному тонусу происходит регуляция положения зубов, и такие пациенты в перспективе могут иметь хороший качественный прикус. Вы хотите изменить цвет зубной эмали? Процедура отбеливания позволяет человеку получить отличную улыбку за одно посещение. Отбеливание происходит на 4-12 тонов в зависимости от цвета зубов пациента. Перед началом процедуры отбеливания проводится определение цвета зубов пациента с помощью шкалы ВИТО. Это стандартная шкала, которая определяет изначальный тон пациента, и после окончания отбеливания с помощью этой шкалы пациенту показывается результат. Эффект отбеливания длится от года до 3 лет, а лично у меня эффект отбеливания после системы зуб продержался 2 года. Скайс – это современное украшение для зубов. Все скайсы гипоаллергенны и не наносят вред организму. Ограничений по возрасту нет. Со скайсом можно вести обычный образ жизни и чистить зубы так же, как вы привыкли. Для фиксации скайса не требуется создание дополнительной полости. Скайс фиксируется на бонд, который образует сцепку между украшением эмалью зуба. Эмаль при этом совершенно не портится. Самыми распространенными скайсами являются стразы Сваровски. Большая палитра оттенков позволяет легко подобрать скайс к цвету глаз или к одежде. Также по желанию пациента можно подобрать скайс из драгоценных и полудрагоценных металлов. Есть скайсы с бриллиантами. Приходите к нам, мы сделаем вашу улыбку красивой и блестящей. Еще одна причина обращения пациента к стоматологу – это профилактический осмотр. Рекомендуется каждому пациенту приходить на профилактический осмотр один раз в год. Вопросы к стоматологу возникают не только один раз в год. Мы готовы на них всегда ответить. Приглашаем вас в нашу новую стоматологическую клинику. Наши двери всегда для вас открыты. Сеть стоматологических клиник «Персона». Нам 20 лет. Вам 100 дней выгодных предложений. С 20 апреля скидки до 20%. Имплантация «Альфа-Био» с установкой металлокерамической коронки за 35 тысяч рублей. Протезирование металлокерамической коронкой и вкладкой под ключ за 10 тысяч рублей. Лечение кариеса любой сложности за 2200 рублей. Стоматология «Персона». Телефон 416-20-90. Улица Большая Печорская, 26. Улица Грузинская, 16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...